Добрый день всем зрителям Живого ТВ! Как обычно, по воскресеньям в 5 часов в эфире ваша любимая программа «Точка отсчет». Сегодня у нас 10 августа и в гостях у студии редкий, можно сказать, персонаж. Мы не так часто приглашаем в нашу студию представителей этого направления, фантастического жанра, и решили исправить эту досадную оплошность. Итак, сегодня в одной студии со мной доктор, кандидат технических наук, лауреат по многочисленнейших премий в области компьютерной графики, анимации и программирования, глава игровой компании-разработчики «Никита Онлайн» Никита Скрипкин. Добрый день! Здравствуйте! Ну, естественно, начнем с самого начала. Как возникла компания «Никита», как она превратилась в компанию «Никита Онлайн», и, собственно, самое главное, то, что, в общем, является, можно сказать, визитной карточкой компании, первой в нашей стране такой, что ли, популярнейшей компьютерной игры, которая тогда получила наименование «Перестройка», хотя задумалась как другая. Я думаю, многие наши зрители, особенно конца 70-х годов упражнений, помнят этого несчастного маленького красноносного человечка, который прыгал по уменьшающимся островкам. И, если мне позволить, этот папус аллегорически отражал мучения человека старой формации, попавшей в жернова перестроить. Да, так все и было. Собственно, с этого человечка-то и началась компания. Мы тогда работали в кооперативе, в одном из первых кооперативов. Назывался он «Локис». У нас было игровое направление. И, собственно, «Перестройка» писалась как раз где-то в 89-м году. Пришлась она как раз ко времени. Человечек долго прыгал, потом его стало жалко. Получилось как-то левое. В общем, так все и получилось. Человечек тонул, заняты грязь враги. Ну, тонул он практически всегда, если бы я погиб в меня. Ну, естественно, как в жизни. После этого, в общем-то, этот человечек даже у нас крепился на логотеке компании. Перед надписью «Никита» у нас стоит, как персонаж с перестроить. Компания была организована в 91-м году. И после этого мы занимались только компьютерными играми. Вплоть до нового тысячелетия. Было выпущено большое количество и детских развивающих игр, и разно-жанровых компьютерных игр для молодежи, для любви, куда растут. Что-то выпускают для девочек, что-то для мальчиков. Более 100 проектов выпустил у компании. Но в новом тысячелетии, уже начиная где-то с 2000-го года, мы вплоть до изданялись онлайн-проектами. Более того, у компании появилось второе направление. Это предоставление дополнительных услуг мобильной связи. Это картинки, игры для мобильных телефонов. Мелодии. Выпустили несколько сервисов, которые завоевали очень много покойников. И после этого было решено разделить компанию на две поставные части. Одна из них занималась мобильными сервисами, и другая, в какие-то онлайн, в частности, занялась именно онлайн-проектами в интернете. То есть это, называемый жанр ММО и ПГ, где играет... В дословном переводе это многопользовательские онлайн-игры, то есть игры, в которых много участников через интернет. Да, играет практически неограниченное количество одновременно. Если техника не удерживает количество людей, значит, это помогает технику. А вообще говоря, игра такая, что ты можешь играть из любого места Вселенной, ты можешь играть... Тебе нужны только компьютеры, интернет. Это твой любимый проект всегда с тобой. Недавно на одном из серверов вашей компании появилось сообщение, что общее число поклонников компании Никита и, соответственно, Игорь вашей компании перевалило за миллион человек. Да, это так. У нас четкая система регистрации, биллинга, и мы знаем всех наших пользователей, очень часто активно общаемся с ними, особенно если что-то не в порядке, то пользователь сразу обращается на услугу технической поддержки. И действительно у нас недавно отрегистрировался миллионный пользователь онлайн-игр, наших онлайн-игр. И это событие только было отмечено, и пользователь получил бонусы на нашу проект. То есть это не сумма всех игроков ваших проектов, а это именно участники ваших игр. Каждый участник может играть в несколько проектов сразу, так? Да, безусловно, это персонажи, наши люди, то есть наши пользователи, наши игроки. Это не количество логингов, а это конкретные люди. Я думаю, что о многофорисах скидках мы поговорим подробнее чуть дальше, а сначала все-таки давайте немножко разложим по полочке творчество вашей скидки. Передача у нас все-таки фантастическая, и мы в первую очередь будем затрагивать фэнтезийные из скайпа и научно-фантастические проекты. Начнем со вторых. Я думаю, многим известна игра Паркан, космическое приключение, там тоже с элементами РПГ, с элементами такой, что-то космической стратегии. Было выпущено, по-моему, две уже версии, да, с большим количеством дополнений. Давайте немножко поговорим об истории этой игры. Собственно, космические симуляторы вот с такими, с торговыми элементами всегда пользовались у нас популярностью. В России можно вспомнить и элиту, и приватер. Как не милость идеи сделать вот такой вот русский приватер, да, и насколько она себя окупила, насколько она стала популярной в стране? Ну, идея возникла действительно после игры в приватер, причем даже, да, по-моему, это был первый еще проект. И после этого, поигравшим в приватер, появилось желание на планетах все-таки более активно поиграть. Потому что там, если вы помните, основное внимание уделено космическому симулятору, а на планетах появляется просто меню, где ты можешь поторговать, поговорить, но это все как бы происходит в статике. Исключительно некий побочный контент, который не будет работать, да? Совершенно верно. Нам хотелось заполнить и развить это все на планетах. Более того, попытаться на планетах что-то построить, добыть какие-то ресурсы и развить это как в стратегических играх. попытаться сделать экшен. То есть, хотелось очень многого и, в общем-то, взяли за все сразу. Игра получилась достаточно объемная и писали мы 4 года. Начало было, по-моему, в 94-м, да, в 93-м, в 94-м году мы начали писать. Вот. И писало я, в принципе, 4 человека. То есть... Да, это очень характерно для наших игровых компаний того времени. Если сейчас игровые студии в своем коллективе переваривают, бывает, что это сотня, то тогда все делалось там буквально парой друзей на коленке и в итоге выходили проекты, которые многим запомнились. Да, потому что в этот проект охладывали душу, как и все свое время и свободное. Сидели мы по домам, файлы друг друга переставали по моделу, с большими сложностями. Офиса не было, но вот как-то мы так выживали. Действительно, ни денег, ничего мы не получали за эту работу. Мы просто, просто как бы пытались реализовать себя, свои мысли на компьютере. И в принципе, это достаточно неплохо получилось, потому что, ну, когда в паркан начинаешь вживаться, то там уже не замечаешь ни компьютера, ни с кем там, более-менее, для того времени неплохой трехмермер получился и, собственно, чувствуешь себя в этой вселенной. По сравнению с зарубежными аналогами действительно получилось достаточно неплохое действие на планетах. Это и экшен, это и некие-таки небольшие хлысты, потому что можно найти деленный предмет и спрятанный в лабириторах. Это ведь стратегия небольшая, потому что мы развиваем свою базу, мы строим заводы, мы пускаем собственный флот, в дальнейшем мы с этим флотом можем уже летать и таким-то образом ручными сражаться с врагами, поэтому это, в общем-то, ну, действительно, RPG с элементами стратегии, я бы сказал. Вот, в игре очень много случайных факторов, поэтому она каждый раз проходится задово, и ты, как бы, всегда в новом мире, поэтому я считаю, достаточно успешным проектом. Ну, вот сейчас со стороны по прошествии уже практически сколько, если вы 4 года писали, с 96-го, да, 10 лет, уже игре можно посчитать. Как вы считаете, проект окупился, то есть он принес прибыль, или это чисто какой-то имидж, вариант, который поднял престиж вашей студии? Проект окупился практически, практически сразу, потому что, ну, во-первых, тогда разработка стоила не таких денег, как сейчас, во-вторых, мы дали хорошую рекламу, вкинули диск на полки в магазинах, и, в принципе, в данной ценовой категории, когда... Ну, есть респьютор, по тем временам, не последний, да, 1С? 1С, естественно, мы работали в основном с 1С, да, и пользовались их дистрибуторской сетью, они как раз тоже в том времени уже развивали достаточно широко, при поддержке хорошей рекламы диск пошел, в общем-то, достаточно хорошо, и в данной ценовой категории, я вот, повторюсь, повторюсь, 14-16 долларов, по-моему, была цена в то время доходила даже до 30-ти, в зависимости от различных ситуаций, это высокая цена категории сейчас по таким ценам, по-моему, не все продукты продаются, и в то время был достигнут даже этот рекорд продаж по России, то есть было продано, насколько я помню, по 30-ти тысяч дисков. это все-таки проект научно-фантастический, да, космический симулятор, если мы возьмем основную подборку онлайн-многополисовских игрок в вашей студии, то там все-таки фэнтези, причем даже темная фэнтези, такой с лампирами, с котическими замками, с хаосом и так далее. Это в первую очередь проект Линии Сфера и вот предыдущий проект Раплоса, который мы обязательно поплаем. У меня собственно вопрос может быть немножко выбивающийся из игровой индустрии, у нас часто в студии, в гостях нашей студии бывают писатели-фантасты, и мы часто задаем один и тот же вопрос, кто сейчас побеждает, старая добрая научная фантастика или жанр фэнтези, меча и магии, которые более востребованы молодыми учитателями. Как вы считаете, какие проекты вашей студии будут сейчас наиболее активно развивать? Ну, так сложилось уже исторически, что мы после реализации парканы, железной стратегии второго паркана мы перешли в мир фэнтези. Почему? Потому что это наиболее удачное сочетание для игр такого жанра, для игр ММО, то есть массовых мультиплеерных игр в интернете наиболее приемлемый жанр это все-таки фэнтези. С фантастикой немножко посложнее, хотя у нас есть и задумки, и даже уже какие-то небольшие демо-версии фантастических миров, но в мире в основном работает жанр фэнтези для мультиплеерных проектов. Поэтому мы попробовали сделать сферу. Она тоже была в разработке года три, ее тоже делал несколько человек. И благодаря совместным нашим усилиям с 1С мы выпустили этот диск, разработали систему приемов платежей. Это все было новое, никто этим не занимался. То есть можно сказать, что это была первая российская трехмерная онлайн-многопользовская игра? Это точно с уверенностью можно сказать. Она в принципе так и позиционируется, как первая российская онлайн-игра трехмерная. И самое интересное, что она вот уже живет по-моему больше четырех лет и люди играют с большим удовольствием. Мы сами по-есколько раз ее проходили и нам она нравится. Сейчас проект обновляется, удовольствуются новые эффекты, новые игровые идеи. И в общем-то мы работаем с пользователем и чувствуем, что они увлечены игрой и похоже, что эта игра будет еще дома. вселенная развивается, как любая большая вселенная крупной онлайн-игры. собственно, насколько я знаю, сейчас ваша студия готовит ревизу вторую часть сферы, собственно, сфера 2. Давайте немножко приоткроем завесу тайны, что там будет, что ждать игрокам и какие изменения может быть постерегает их нового проекта. начнем с изменений. В игре будет две расы раса вампиров и раса людей и собственно и два мира, потому что территория вампиров мрачная готическая, как вы заметили. Деревья там желтые и осенние, а в человеческой локации наоборот замки человеческие, деревья человеческие, светят солнце, яркие цвета. Расы будут враждовать за территорию, а узкий небольшой перешей будет на границе собственно тот, кто будет им обладать, кто будет его завоевывать, будет иметь преимущество в борьбе расы. Старым остается замковая система, то есть замки будут захватываться, это будут дополнительные привилегии в игре приносить. Единственное, что там будет несколько услужено системы захвата, потому что возле замков будут расположены некоторые охранные сателлиты, которые тоже должны быть предварительно захвачены. Мы уже приоткрыли немного завесу Трансферы 2 и выпустили. игру сверх 2 арены. Чем она отличается от первой сферы или от второй? Это небольшая трехмерная игра, где не существует монстров, на которых можно качаться, а игра это сплошной сплошная драга, сплошной ПВП. то, что действительно у игроков называется ПВП, то бишь флеер против флеера, игрок против игрока. Совершенно верно. То есть вы сначала рождаетесь в городе, создаете своего героя, покупаете ему одежду, покупаете ему оружие, выбираете кем он будет магом, священником, воином и распределяете его первоначальные таланты, умения. После этого вы выходите на арену, где две команды, мягко говоря, бьют друг другу морду. Это очень интересное действие, я несколько раз попробовал, причем игра сейчас находится в открытой бете и уже собственно то есть любой человек может прийти заинтерес и спокоен же верно серв 2 арена может играть любой человек клиент небольшой он скачивается быстро и в общем-то для игры особого умения никакого не требуется можно играть без специальной подготовки после этого персонажи получают какой-то опыт за выигранное сражение а те кто проиграли тоже получают опыт но гораздо меньше опыт и средства полученные после сражения они могут расходоваться дальше на развитие персонажа на покупку нового одежды новой брони нового оружия и на развитие своих умений игра уже приобрела много своих поклонников и каждый день и число растет вы знаете вот так если смотреть со стороны получается у каждого крупного фэнтезийного проекта есть некая игра сатерит которая предназначена для тех игроков которые не любят ходить убивать сто тысяч монстров не любят ходить искать какие-то сокровища то что на языке игроделок называется фарминг то есть добывать нити ресурса а для тех игроков кто любит только исключительно дуэли исключительно такие турнирные бои собственно для сферы это была сфера перерождение если я правильно понимаю а для сферы 2 вот эта вот арена с чем связана такая политика компании вы хотите заранее перед выходом большой игры создать некое коммунити игроков или чтобы фанаты научились прокачать свои персонажи научились играть большую игру что касается сферы 2 арены это утверждение совершенно верное мы решили во первых дать игрокам почувствовать что это такое попробовать повоевать ведь система боевки она будет аналогична в сфере 2 во-первых во-вторых для того чтобы фанатам сферы дать какую-то возможность поиграть в другой мир в развитый мир который куда-то движется ведь сфера не стоит на месте для этого было еще нового в любом сфере 2 арена в каком-то смысле это экспериментальный проект потому что ничего аналогичного мы как бы не видели и в интернете и в рубежах аналогах мы таких игр не знаем поэтому это какой-то такой получился новый жанр какой-нибудь аналогичный 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 не из той же но это не ммот а может играть только ну посидим не ежемки можно играть да ну сколько там шла и в 20 играть 10 одновременно здесь у тебя ну понятно у нас на несколько тысяч там угодно да совершенно верно поэтому здесь жанр как раз сохранен во-первых фантезий и во-вторых массовый андрео и подобные каунта страйк это совсем другое там действительно там просто четкая война между дворами здесь как бы это мир гораздо больше это развитие персонажа это когда сразу возникает вопрос тот персонаж который будет накачан в сфере дворами он может быть потом загружен в уже готовую сферу дворами и будет ли это дискриминации для игроков-новичков которые придут и увидят там огромных дядек невероятных уровней с огромными мечами нет обычно так не делается вот хотя конечно мы вопрос пока жестко не прорабатывали практики такой нет обычно прокачанные дядьки появляются с бета-тестом и то значит есть практика этих персонажей тоже каким-то образом аннигилировать их влияние на остальную публику скорее всего они могут прекратить свое существование при релизе и надо будет развиваться сам разрешаю беседу о сфере 2 давайте все-таки вспомним еще одно отражение вселенной то что сейчас активно набирает обороты у нас в России то что затрагивает не только мир игроделок но и мир литературный это собственно новелизация игр насколько я знаю у сферы первой вышло уже две книжки новелизация книжки в общем продаются среди поклонников пользуются популярностью и давайте немножко поговорим собственно о самой идее что это было это был вброс бренда название сферы мир людей которые не знают или это просто была скажем так некая фанатская такая фишка для поклонников чтобы у них было просто еще одно отражение вселенной наука я думаю что это и первое и второе для тех кто играет в сферу будет интересно купить и почитать книжку там действительно взят мир сферы за основу развиваются события там естественно не как в игре а несколько по другому но для прав это достаточно интересная книга первую я все прочитал вторую сейчас только начинаю с другой стороны безусловно тот кто читает эту книгу ему будет интересно если по мотивам по мотивам книги а здесь наоборот по мотивам игры написано книга интересно посмотреть проокус то есть саму игру и обычно бывает наоборот сначала походят книги потом пишутся игры или снимаются фильмы но вообще в наше время бывает повсяк в последнее время началась обратная тенденция и вот сфера как бы это яркий образец и в российском действительности когда игра послужила началом для каких-то других как-то искусствах сейчас даже не обратная тенденция сейчас бывают такие тенденции что к готовящемуся проекту выросли сразу несколько отражений на рынок игру и книгу сразу да собственно вот самый главный вопрос по анализации сферы который интересует в первую очередь меня как автора ну и соответственно многих наших зрителей интересуется фантастикой можно ли читать книжку помимо сферы без погружения в этот мир то есть не будучи игроком это просто чистое магическое темное фэнтези или это стопроцентный предводитель помимо книги то есть человек не игравший сфер поймет там что-нибудь да безусловно то есть книжку можно прочитать отдельно от игры достаточно интересно написано можно наоборот играть в игру читать книжку здесь как бы два пара параллельно хорошо тогда давайте немножко заглянем в будущее раз уж мы начали делить игры вашей компании на sci-fi на фэнтези и на фантастику и на фэнтези поговорим о том что грядет собственно сейчас идет достаточно активная дискуссия среди ну может быть людей не очень приближенных к игрострою но наблюдающих скажем так со стороны первичей среди игровых журналистов о том что российский рынок онлайн он немножечко исчерпал себя и в первую очередь для нас сейчас грядет происшествие огромных западных разработчиков которые будут заниматься официальными совершенно законными локализациями и захватом нашего рынка своими громадными проектами насколько я знаю в сотрудничестве у вашей студии большая красивая игра с одной корейской фирмой вот немножко давайте про них поговорим расскажем так и что приоткроем все тайны да игра называется Rapples сейчас она находится в стадии закрытого бета-теста это огромный мир графика потрясающая вообще говоря корейцы конечно они преуспели в ММО у них по-моему там полстраны работают в индустрии так это остальная половина игра остальная половина игра совершенно верно значит по стилю игра напоминает Lion Age я знаю что в России очень много приверженцев этой игры но даже возник есть русский сектор Lion Age который там буквально самый могучий да значит чем игра уникальна это системы приручения монстров то есть обычно во всех играх такого плана ты только дерешься с монстрами здесь ты можешь приручить развивать использовать их умения и воевать собственно вместе с ними со своей маленькой небольшой под ногой они будут только воевать или можно будет их использовать в других ты скажешь там добывающих или как транспортные например транспортные монстры там есть сами по себе такие симпатичненькие птички типа страусов размером с параллос и ничего так хорош страус и соответствующие любые на них можно передвигаться очень быстро поскольку мир огромный как я уже сказал то быстрое передвижение оно собственно ценнее в этой игре и поэтому данные издовые животные используются активно и часто всеми игроками но те монстры против которых вы воюете на которых вы зарабатываете себе опыт и бонусы их в игре очень большое количество то есть я наверное не сильно совруюсь назову число тысяча то есть такое впечатление тысяча подвинут да тысяча подвинут штуки можно исчезать на миллион штуки я не знаю сколько это зависит от количества серверов игровых сколько поставишь серверов столько будет штук ну естественно тысяча или сотни тысяч поскольку эти монстры такие разнообразные то вот это вот приучение становится отдельной интересной игровой идеей потому что у всех у них разные повадки умения и возможности и так далее вы можете как приучив монстра развивать какие-то умения тоже совершенно разные поэтому набор получающихся животных он практически бесконечен поэтому в эту игру можно играть с этой точки зрения черпать что-то новое совершенно то есть это получается смесь такого качества тамагочи и онлайн что касается тамагочи то у очень многих современных российских онлайн существует возможность приручить себе пета то есть виски от такого домашнего животного с плаками с когтями который просто будет иногда что-то будет изображать мне лично вспоминается вот собственно проект паркана который мы уже говорили где роль этих приручаемых монстров исполняли некие дроиды которых можно было оставить на планете они там для разного воли ресурсы их бы там перерабатывали на заводах вот меня интересует вот этот вопрос можно ли будет в рапозе создать себе целую армию одни монстры будут ходить там добывать цветочки другие будут их приносить в вашу алхимическую заклинание этими заклинаниями можно будет усиливать мощь боевых особей клыкастых и надрагивать их на врага то есть будет вот такое управление целой что ли целым стадом различных монстров такой своего рода скотный двор скотного двора вряд ли получите но есть специальные профессии при создании персонажа выбирайте профессии в дальнейшем вы можете по разным веткам вы можете развивать вы можете совершенствоваться профессионал и среди профессий есть профессии дрессировщиков различные подвиды тоже и вот эти дрессировщики они могут действительно иметь в зависимости от их умений некая даже стадость на разный случай разных животных ресурсы там не добываются поэтому все животные в основном они работают как воины воины маги наравне со своим господином но вот еще раз повторюсь профессии дрессировщика которую мы хорошо поисследовали она позволяет возможность управления украшать потом из маленьких щеночков до кошмарных убийственных чудовищ там это все можно да потому что уровень твоего животного он меняется вместе с твоим уровнем ну и как обычно в таких играх на него можно будет навешивать броню совершенно наверное броню карточки те же самые бафы заклинания осталось только сказать когда можно ждать открытый бета тестинг когда наши зрители кто любит поиграть в подобные ресурсы зрители живого тв они часто пишут о том что их интересуют в первую очередь фантазийные проекты ну правда больше про литературу но я думаю что про игры это тоже касается когда они смогут поиграть в игру рапплос я думаю что это возможно уже в сентябре в сентябре будет бета тестинг когда будет уже окончательный релиз произойдет или это такая я думаю бета тестинг открытый будет достаточно скоро уже в сентябре сейчас уже закрытый бета тестинг такой домен называется rzonline.ru и там уже бегают люди уже фискируют активно я думаю что очень скоро мы все открыемся в этот мир несмотря на корейское происхождение естественно там все будет на русском языке то есть это будет чисто адаптированная локализованная игра безусловно конечно собираетесь ли вы вообще развивать в дальнейшем эту вселенную так же как например по сфере ну может быть новизации пора сделать или какой-нибудь ну сейчас тоже это достаточно модный момент игровые компании например создают ну что ли некий фанатской комьюнити где фанаты пишут фанфики по полюбившемуся произведению выкладывают фильмы из своих там приключений вы знаете по сфере как бы народное творчество началось с первого не существования причем поскольку это была первая в России такая игра то играли совершенно разнообразные люди в том числе были и директора заводов большие начальники были авторы произведений всевозможных поэтому проблем с новым творчеством вообще не было писались целые романы они помещались в специальном разделе сайта мы сами почитали вместе переживали с автором его заключение в игре там именно было все по игре как он развивается как он идет как он добавляет себе возможности в игре и все это бурно обсуждалось было и художественное творчество и фильмы какие-то снимали а сейчас конечно все это перешло в более цивилизованное русло действительно выпускается художественное произведение по рапозу я думаю что в Корее что-то существует и мы просто продолжим переговоры с партнером и хорошенечко разузнаем хорошо тогда самый может быть навязший в зубах у всех моих гостей вопрос я не могу его не задать правда если я задаю писателя то это в общем понятно а если я задаю его главой игровой кампании наверное это будет чуть сложно ответить какие ваши творческие планы творческие планы у нас один большой творческий план это выпустить Сфера 2 проект очень большой тяжелый но как бы мы считаем что он должен уйти до конца этого года что касается дальнейших творческих планов я говорю у нас есть уже демо-версии фантастического мира а можно чуть поподробнее что за мир и что там может быть в принципе в принципе если в двух словах объяснить то это киперпак то есть это фантастика это оружие типа компьютерных вирусов или зловредных DVD-носителей или еще каких-то микросхем это наверное наиболее похожим произведением можно назвать мир Лукьяненко подражения вот то есть примерно стиль проекта примерно такой в игровой индустрии наверное более известна книга Лехина патча универсу которая сделана игра и компьютерная и карточная то есть это будет попытка создать Cyberpunk это будет онлайн или да это будет онлайн ну что ж это любопытно время нашей передачи постепенно подходит к концу у нас было несколько вопросов в чате прямого эфира но все они касались в общем о том как увидеть игры как попробовать поиграть мне на них ответили я еще раз скажу что если вы хотите поучаствовать в проекте сфер 2 арены то заходите на URL S2 Arena.ru если вы хотите посмотреть проект локализованный проект корейской студии называется он Rappos если вы хотите его увидеть то rzonline.ru там соответственно на S2 уже можно регистрироваться и играть на Rappos тоже скоро будет регистрация я хочу напомнить что сегодня в гостях на живом ТВ передача точка отчета был глава игровой компании Никита онлайн Никита скриппин большое спасибо что вы наше время посетить нашу студию к сожалению время наше не стекло как мы не стараемся и не растягиваем резиновую раму нашей передачи бесконечно она быть не может поэтому я прощаюсь со всеми нашими зрителями удачи всем до встречи через воскресенье всем пока до свидания 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 до свидания